Внеочередной онлайн-саммит стран-членов Совета коллективной безопасности ОДКБ был проведен в понедельник утром. Своё участие в саммите подтвердили все страны-члены. Председателем мероприятия выступил премьер-министр Армении Никола Пашинян. Заседание было посвящено обсуждению последних событий в Казахстане. Обсуждению были подвержены разные группы вопросов. Казахстанский президент Касым Жамарт Такаев во время саммита ОДКБ заявил, что Казахстан столкнулся с самым тяжелым кризисом за всю свою 30-летнюю историю независимости. Он выразил благодарность Путину и Лукашенко за содействие и воинское товарищество в трудных для страны обстоятельствах. Вдобавок, в ходе заседания глава Казахстана открыл страшные подробности массовых беспорядков в республике. Он отметил, что в произошедшем замешаны террористы. К этому они готовились в течение продолжительного времени. В то же время Такаев на встрече с государственными лидерами стран-союзников заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершится вместе с антитеррористической операцией. Он добавил, что в настоящее время в Казахстане находится около 2030 отправленных от ОДКБ военных и 230 единиц техники. По словам президента Казахстана, полный порядок в республике уже восстановлен. Угрозы для безопасности страны были предотвращены. И в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. По его словам, государство выполнило все законные требования протестующих. Утверждения о применении силы против мирных демонстрантов являются ложными данными. Кроме того, сам Такаев добавил, что это было попыткой государственного переворота и что основной задачей террористов было завладение властью. Он также утверждает, что Алма-Аты и 9 областей находятся в руках бандитов и что организаторы беспорядков использовали мирные митинги в качестве повода. Террористы решили воспользоваться тем, что Казахстан никогда не применял силу против мирных граждан, пояснил глава государства. Как говорилось ранее в сообщении официального ведомства, освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Казылорда, Талдыкарган и Тарас. Также обеспечена безопасность крайне важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.